Международный день семьи подтверждает огромную важность небольшой ячейки общества для самого общества в его глубинном понимании. Этот праздник отмечается ежегодно 15 мая и у народов разных стран имеются свои традиции празднования. Однако в чем-то они безусловно схожи. В этот день принято поздравлять своих родных, но самое главное помнить о своей семье не только в праздник, а в любой день без исключений. Семья для меня основной аргумент, потому что если в семье хорошо, мне очень тоже хорошо. Если моим детям хорошо, им не хорошо. У меня четверо детей. Семья это самое важное. Я ради детей всю жизнь жила и живу. И я не представляю вообще как воздух, так и дети. Семья для меня это когда дети здоровые, когда дети веселые, когда можно выполнить все их прихоти и не отказывать детям в том, чем они нуждаются. Семья для меня это самое драгоценное, потому что в мире нет ничего ценнее, чем семья. Семья это есть то, что формирует общество. Если семья здоровая и общество здоровое, мы должны ценить семью и уважать друг друга, потому что сегодня все проходит, остаются только родные. Семья для меня это дети и муж, конечно же. Так как у нас нет условий для работы, они уезжают за границу, мы практически сами одни. Я с детьми и все. Вот и все. Семья. О какой семье можно говорить сейчас? Все по заработкам, никого нет. Практически мужчин нет, только одни женщины. Если начнется война, практически женщины пойдут воевать. Вот и все. Семья это первичная ячейка социальной общности людей, основанная на браке или кровном родстве. Один из самых древних социальных институтов, возникший значительно раньше классов нации и государств. Я думаю, что этот праздник очень нужен для каждой страны и в особенности для нас, потому что для скрепления уз семейных, я думаю, что должны быть эти праздники. Я хочу сказать, что в нашем Тараклийском районе с начала года было зарегистрировано 71 брак. 72 рождения. Это очень радует, но, к сожалению, огорчает то, что было зарегистрировано уже и 38 разводов. С семьи начинается жизнь человека. Здесь происходит формирование его как гражданина. Сегодня в нашей республике институт семьи испытывает немалые трудности, особенно в области репродуктивного здоровья. 50 пар по бесплодию. Очень часто именно обращаются молодые пары по бесплодию. Начинаем заниматься молодой парой, то есть женщину обследуем полностью, все, что в наших силах. Мы здесь один раз в две недели по четвергам берем анализы на инфекцию. Семь видов инфекций, что может явиться причиной бесплодия. Эти анализы у нас отправляются в Кичневе. Через две недели мы уже знаем результат. И если видим, что женщина в пределах нормы обследования, обследуем мужа уже. Они тоже проходят курс лечения. И, в принципе, из этих 50 пар за эти 4 года 10-12 человек у нас забеременели и родили. Во все времена развития страны судили по положению семьи в обществе и по отношению к ней государства. Рассматривая причины частых разводов и проблемы бесплодия семейных пар, специалисты сошлись к одному мнению. Почему происходят разводы? Наверное, потому что нестабильная экономическая ситуация. И молодые люди уезжают за границу на заработки. И семейные узы рушатся. Долгие месяцы они не общаются с семьей. К сожалению, очень много разводов там, где есть маленькие дети, несовершеннолетние дети. И это больше всего огорчает. Я думаю, что вот эта проблема стоит с бесплодием, потому что это связано с миграцией. Очень большая миграция молодежи из женского и мужского пола за границу. В принципе, может быть, и ведется какой-то не очень здоровый образ половой. Там очень часто это влечет за собой воспалительные процессы. И вот эти воспалительные процессы и приводят к бесплодию. Для поддержки молодого поколения в Тараклии при Центре семейных врачей открылся Центр Содружественной Молодежи. Здесь молодые люди могут пройти полное обследование своего здоровья, получить консультации специалистов в области психологии, дерматовенерологии и гинекологии.